Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится телефон Poco X5 Pro. И сейчас мы разберемся, как продлить жизнь аккумулятору на нашем девайсе. Итак, первое, что нужно для того, чтобы аккумулятор на телефоне жил подольше, это заряжать ваш телефон исключительно заводской зарядкой. То есть, зарядкой, с которой он шел в комплекте при покупке. Второе, это старайтесь не заряжать ваш телефон прям до 100%. То есть, если ваш телефон даже зарядился до 100%, не держите его на зарядке еще 3 часа. Это никак не улучшит работу вашего телефона, только испортит побыстрее аккумулятор. Старайтесь заряжать ваш телефон где-то от 80% до 90%. Таким образом, он будет работать поменьше от зарядки к зарядке, но при этом прослужит вам подольше. Второе, это для того, чтобы ваш телефон работал подольше, вы можете всегда подключать вот эти вот все лишние функции. То есть, Dolby Atmos с местоположением, NFC-модуль, когда вы им не пользуетесь, Mi Share. Все вот эти шееры подключаете Bluetooth. Отключите мобильный интернет, если вы пользуетесь Wi-Fi и у вас вставлена симка. Если вы не пользуетесь Wi-Fi, а мобильным интернетом, выключите функцию Wi-Fi. Включите темный режим для того, чтобы энергопотребляемость снизилась. Также включите режим энергосбережения. Дальше вы можете перейти в настройки. И здесь уже в настройках у нас есть активный экран и блокировка. Можно выключить активный экран. Можно эффект уведомлений убрать полностью. Он в принципе убирается в режиме энергосбережения. Если вы режим энергосбережения не включили, это все делается вот здесь. Также вы можете перейти в раздел батареи. И здесь у вас есть три проблемы энергопотребления. Можно их исправить. Также есть то, что можно оптимизировать. Если прям очень-очень мало батареи остается, воспользуйтесь режимом ультраэкономии энергии. Он ограничит полностью активность вашего телефона. К минимуму. И здесь вы сможете разве что позвонить. Воспользоваться какими-то функциями, которые вы себе настроили. Можно также их подключать на самом деле. Вот здесь вот в левом верхнем углу вы сможете настроить себе, подобавлять функции и поубирать их. И выход в правом верхнем углу. Также в настройках, где у нас настройки, в разделе батареи у нас есть рейтинг использования приложениями аккумулятора. И если вы видите что-то, что забирает прям очень много, просто удалите. Тоже неплохой выбор, если не хотите удалять. Можно просто вот закрыть приложение, чтобы оно не сжирало энергию в фоновых процессах. Также здесь есть батарея. То есть есть экономия энергии, есть батарея. Можно контролировать температуру вашей батареи. Смотреть активность. Недавнее приложение. Можно ограничить активность. То есть умный режим. Это хорошо. Жесткое ограничение. Это когда прям телефон вообще не позволит приложениям работать фоново. Не будет закрывать их. Принудительно, как я только что это сделал вручную. Также можно перейти здесь в раздел. В раздел безопасность. И вот тут найдем. И в этом режиме мы можем ускорить наш телефон, чтобы АЗУ работало получше. При этом вы уберете все лишние фоновые процессы. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Старайтесь держать вот здесь вот эти вкладки пустыми. И всего вам хорошего. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok